В целом мы знаем, что в США в большинстве штатов разрешено ношение оружия, хранение и ношение оружия. И это является такой изюминкой Америки, наверное. И мне очень понравилось, как сказал об этом Таир. Есть такой комик Таир, что я тоже, иншаллах, присоединяюсь к вашим молитвам и до конца Рамадана, и после Рамадана, иншаллах. Я никогда не забываю их в своих молитвах, всех вот этих преступников, начиная от Кадырова и заканчивая любым приспешником, помощником этого грязного режима. Кадыровцы отбирают машины, поэтому все ходят пешком или пользуются общественным транспортом. Я вчера ходил за зарплатой 15 километров пешком. Какими же нужно быть дебилами, чтобы вводить такие правила? Ведь в своей машине я никого не заражу и сам не заражусь. Пешком или на автобусе больше контакта с людьми. Совершенно верно. И я хочу вам зачитать одно письмо. Я его получил на имейл несколько дней назад. Это человек, который как раз пострадал от этих действий. Это письмо пришло с темой «Ночь в Ленинском РОВД Грозного» или «Самоизоляция по-кадыровски». Хочу рассказать тебе про борьбу с коронавирусом по-кадыровски. Вчера, 26 апреля, совершив намаз Асер, я пошел в соседний супермаркет за продуктами на Ифтар. В момент, когда я переходил дорогу и до магазина остается менее 10 метров, мне дорогу загоражает Мерседес с госномером К871РА. Кажется так. И УАЗик. А также несколько приор подъехали сзади. Спрашивают, куда я иду. Я отвечаю, что в магазин за продуктами. Спрашивают, есть пропуск. Я отвечаю, что на воскресенье ни у кого нет пропусков. То есть пропуски никому они сами не дали. Власть не дала, вы понимаете. На воскресенье не дали пропусков. Мне не давая ничего сказать, чуха. То есть ему говорят, садись быстро в машину. Не дают ничего объяснять. Чуха, чуха, чуха. В общем, я оказался в УАЗике. Наблюдая из машины, я вижу, как они из магазина выводят всех со своими пакетами с едой. Отвезли нас в РОВД. В дежурке записали данные, забрали телефоны и повели в нет, не в камеру, а в гараж с бетонным полом размером 5х6. И каково было удивление, когда открылась дверь, и там на этой площади более 70 человек. То есть в этом гараже, который по площади 5х6 квадратов, метров, находится 70 человек. Валлахи, это правда, он говорит. 4-5 человек в масках, остальные без масок. Тумсо, дети, старики там были. Валлахи, там были двое детей 8 и 12 лет. Были кому 14. Из всех людей порядка 30 человек, это подростки до 18 лет. Был старик, которому 70, за 70. Отпустили его за полночь. В общем, к тому времени нас осталось 50 человек. Задержали нас по приказу начальника УВД. И эта мразь на Мерседесе оказалась замначальника Ленинского РОВД. На ифтар нам сказали разрешать набрать воду. Благо наш охранник оказался человеком. Мы скинулись кто чем мог и отправили его в магазин. Он принес продукты на ифтар. Ифтар это разговение после поста. Потом ночью начали заносить передачи для нас и на сухур уже приличный стол поставили. Сухур это рассветный прием пищи. На все хватило. В общем, на наши просьбы выйти поговорить с нами этот замначальника так и не вышел. Но мы всю ночь делали дуа за них. За них он взял в кавычку. И дали слово, что как минимум до конца Рамадана все будем молиться за руководство республики. Молиться опять-таки в кавычках. Ну вы поняли. Кто там был, часть сидела с утра, кто с обеда, а большинство, как мы с после обеда, начали нас отпускать ближе к обеду. То есть на следующий день они провели там почти сутки. Кто-то почти сутки, кто-то более суток. Спали на полу на грязных пледах. На всех не хватало, поэтому часть ночью спали потом мы с утра. Вот так борются с коронавирусом у нас. Тот пресловутый Тезят в новых Атагах не собрал такого количества людей на квадратный метр, как этот черт. Кстати про Тезят. У них в семье ни у кого не подтвердился анализ. Гараев Абдулла после 14 дней в четвертой больнице благополучно выписался. И то, что лорд заявлял, что в семье 15 человек заражены, клянусь Аллахом, это все ложь. Пусть Аллах хранит тебя. Брат тебе за это письмо, за это все разъяснение. Я хочу сказать, что я тоже, иншаллах, присоединяюсь к вашим молитвам и до конца Рамадана, и после Рамадана, иншаллах. Я никогда не забываю их в своих молитвах, всех вот этих преступников, начиная от Кадырова и заканчивая любым приспешником, помощником этого грязного режима, этих преступников. И я призываю всех делать дуа. Дуа это то оружие, которое у нас сегодня есть, и это мощное оружие. Дуа молитвы притесненных, Аллах их принимает. Между молитвой притесненного и Аллахом нет преграды, как сообщается в хадисе. Поэтому делайте дуа, молите Всевышнего Аллаха, чтобы он очистил землю от подобных беззаконников, чтобы он наказал их самым суровым своим наказанием. И в этом мире, и в мире будущем. Делайте дуа, дорогие братья и сестры. Грузин, муслим. Саламу алейкум, Тумсок. Слово о плохих нациях, народах. Брат, ты говоришь, нет плохих народов. Я с тобой не согласен, ахей. Думаю, тебе стоит переосмыслить. Вот скажи, а народы Лута или Нуха, мир им, были плохими? Ведь Аллах сам сказал, что они были плохими и погубил их. Еще сообщение пришлю. Давайте сразу его еще одно сообщение зачитаю. Не для провокации, пишу, брат, интересно просто твои мысли ввиду данного аргумента. На мой взгляд, это похоже на слова тех, кто говорит, в исламе нет наций. В то время, как Аллах сам говорит, что сотворил людей народами и племенами. Барак Аллаху фиг, приезжай в Грузию, когда все наладится, инша Аллах. С удовольствием, инша Аллах, приеду в Грузию, если будет такая возможность. Но с тобой я не соглашусь, потому что пример, приведенный тобой, он не актуален. В принципе, народ Нуха, народ Лута, таким образом Всевышний Аллах их назвал, объясняя нам, кем были эти люди. Мы не знаем, каковы были там национальности. Тогда были ли вообще в то время национальности, мы этого не знаем. Это была как бы община, люди, которые жили в какой-то местности. В общем, они названы таким образом. Сегодня нет никаких аналогов этому. Сегодня нельзя назвать, сказать народ Тумсо и сказать, что он плохой. Такого быть не может сегодня, потому что среди народа Тумсо, а это чеченцы, там есть и хорошие, замечательные люди, и есть отвратительные, очень плохие люди, такие как Кадыров и его сторонники. Поэтому нельзя сегодня сказать, что народ Тумсо плохой, или народ Тумсо хороший. Или нельзя сегодня сказать, что народ Трампа плохой. Кого ты назовешь под этим понятием народ Трампа? Американцев, но среди американцев там же такой коктейль народов. Там и африканцы, там и арабы, там и евреи, там и русские, и ирландцы, и шотландцы, и кого только нет. Это разные люди, совершенно разные нации. Это просто неуместно, ты понимаешь, например. Сегодня нет никакого аналога тому, что ты привел. Народ Лута и народ Нуха. Сегодня нет подобного. Поэтому сегодня, если ты будешь относиться к какому-либо народу, к национальности плохо, просто из-за того, что он принадлежит к этой нации, то ты националист. Ты как раз попадаешь под те жесткие слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, который очень жестко порицал проявление национализма. Ты возвышаешься над кем-то из-за своего происхождения. Ты говоришь, я лучше него, потому что я чеченец, а он хуже, потому что он принадлежит к какому-то народу. Не хочу даже пример кого-то называть. А то, что те примеры, которые ты привел, что народ Лута и народ Нуха, что они были наказаны по делу, разумеется, здесь никто не спорит. К этому не может быть другого отношения. В Мичигане, вооруженные автоматами, участники митинга против самоизоляции проникли в Капитолий, напугав сенаторов. Никого даже не задержали. Но исламо-фашист Тумсо будет и дальше сравнивать шариат, где смерть за инакомыслие с США. Я буду всегда приводить какие-то аналогии и сравнения там, где они уместны, безусловно. Что касается того случая, о котором ты говоришь, я не знаю, насколько это реально. проникнуть в Капитолий, не видел такой, конечно, информации. Но в целом мы знаем, что в США в большинстве штатов разрешено ношение оружия, хранение и ношение оружия. И это является такой изюминкой Америки, наверное. И мне очень понравилось, как сказал об этом Таир. Есть такой комик Таир. Он уехал, переехал в США жить. И он, объясняя, почему в Америке разрешено оружие, он сказал, что это показатель того, что власть доверяет народу. Как власть доверяет народу водить машину. Ведь человек может на машине убивать людей, но власть ему доверяет. Она верит в то, что он этого не сделает. И он поэтому ездит на машине. Если же человек психически ненормальный, то ему не дадут ездить на машине. Точно так же и оружие. Это такой кредит доверия. Власть говорит, мы тебе доверяем. Мы верим, что ты не будешь с этим оружием поступать противоправно. Понимаете? Это на самом деле он очень правильно объяснил эту тему. И это действительно это доверие. И это уровень. И вот США достигли этого уровня, когда власть может доверять народу. Хотя они-то его достигли не сегодня. Это изначально как бы было правило такое американское. Это у них в Конституции прописано, что люди имеют право носить оружие. Я респектую за это. Мне кажется, это очень круто. Не с той точки зрения, что там оружие. А вот именно с точки зрения, что власть доверяет своему народу, это достойно уважения. Субтитры создавал DimaTorzok